Тест на шизофрению. Так я так и сделал. И другие психические отклонения. Что лишнее из этих четырёх... Короче, ну нахуй. Меня сейчас, блядь, приедут, заберут. Сейчас ещё один тест, блядь, и меня... Розового нет! Я вижу пушистые облачка. Да нет же! Убийство, ты видишь? Кишки! Прошу вас уйти. Чёртовы либеральные законы, не понимаете? Кровищу он видит! Нет, это видите вы. Гоу, РЛС, психушки. Блядь, это был бы лучший прямой эфир. Прикинь, сука, с дурочки, РЛС. Охуеть. Мне очень жаль, Мартин. Вернёмся к осмотру, хорошо? Что ты видишь здесь? Я вижу... Кровь! Док, как вам звёздный пациент? А, этот? Пары черепиц на крыше не хватает. Шо? Ля! Погнал, блядь! Ебать, он книгу читает. Как стать замечательным отцом, блядь. Великим отцом. Бедная. Ля! Ля там в гипсах, блядь. Тест Рорушаха. О! Давайте пройдём все вместе. Тест Рорушаха. Гоу! Ну, реально, пройдём. Погнали, чуть отвлечёмся. Или сейчас, если начну проходить донос. Этот легендарный тест расскажет всю правду о вашей личности. Погнали. Вы наверняка видели его в кино. Да, покажу. Человеку показывают странные кляксы, он что-то в них видит, а потом психиатр говорит. Да, этот парень псих. Вот это кино мы и видели. Вот это кино. Во многих фильмах, оттрудного ребёнка до эффекта бабочки, регулярно появляется тест Рорушаха. Всё так, набор этих картинок называется тестом Рорушаха в честь своего создателя. Ну, хорошо, что его не зовут каким-нибудь Румпельпупкиным. А то он... Хорошо, что не Румпельпупкин. Точно. Нам бы трудно пришлось. На самом деле, у теста гораздо более глобальная задача, чем просто определить, сумасшедший человек или нет. Он оценивает все характеристики личности, и многие до сих пор удивляются, насколько точными могут быть его результаты. Ну, а мы предлагаем вам самим посмотреть на эти знаменитое... Давай быстрее, блядь! ...и, возможно, узнать о себе что-нибудь новенькое. Мы покажем все 10 карточек и объясним, что обозначают ваши ассоциации к каждой из них. Так что смотрите видео до конца, чтобы получить полную картину своей личности. Хорошо, блядь! Давайте разберемся, что все-таки из себя представляет этот тест, и как он был изобретен. Когда Герман Ротшах был еще маленьким швейцарским мальчиком, он увлекся художественными кляксами, или по-научному кликсографией, очень популярной в то время. Мы уже знаем про одного маленького мальчика австрийского, который не поступил в художку. Поэтому давай без нахуй. ...и методе свободных ассоциаций. Только в визуальном ключе, когда люди не задумываются над ответом, а говорят первое, что приходит им в голову. И чернильные кляксы показались ему идеальным решением. Благодаря многочисленным исследованиям, ему удалось выяснить, что люди с похожим набором личностных характеристик видятся в себе. И нахуй! Несмотря на плохое качество печати, Ротшах был доволен. Пишать всем вдруг Все и три разнотри за... Хорошо. Кляксы можно поворачивать под любым углом. Что? Всего один. Шлисток бумаги и записывайте на нем свои ответы. Я и донос сейчас заодно, блядь. Блядь, это наш театр. Го нахуй. Спасибо, ребятки. Буду. Вопрос будет всего один. Что вы видите в кляксе? Кляксы можно поворачивать под любым углом. Так что крутите свой телефон, планшет или... Или шо мне нахуй комп крутить? Ты полудурок, сука. И ноутбук... Так, шо я вижу? Я вижу, короче, Это был человек... Ну, возможно, пара. У них было одно сердце на двоих. И это боль расставания. Они расстаются друг от друга И прям разрывается сердце внутри. Вот что я вижу. Они расходятся друг от друга, Эти два человека. И сердце... А, у вас жук. Пук, как вам заблагорассудится? Помните, в этом тесте нет неправильных ответов. Однако честные ответы помогут вам открыть... О! А так я вижу. Два типа стоят вот так вот. Хуи торчат. И они... По-моему, блядь, Я, конечно, осуждаю их действия. Прут свинью. Там вроде я вижу ножки. Свиные. По-моему, по тузу прут свинью. Но это не просто два типа. Это два типа с сиськами. Значит, еще и они... Бамблби. Крыть секреты своей личности. Два человека я вижу. Так, первый. Два человека. Два человека. Блядь, реально записывайте. Братва, это... Ну, интересно, что там будет. Некоторые ассоциации более распространены и относятся к нормальным. Другие могут сигнализировать, что вы, возможно, склонны к паранойи. О чем это я? У вас будет 10 секунд, чтобы рассмотреть картинку и определиться с ответом. Потом мы объясним каждый из возможных ответов. Я уже записал, сука. И запомните, тест не о том, что вы видите, а о том, как вы видите. В смысле? Мы еще не начинали? Так что, если вам не приходит на ум ни один конкретный образ, то просто запишите свои ощущения от картинки. Готовы? Карточка первая. Ты шо, сука? Ты издеваешься, блядь? У вас 10 секунд, чтобы записать, что вы видите на этом изображении. Что я вижу? Я тоже вижу два ангела, только падших ангела. Ну, которая смерть. И они прям в обнимку вот так вот по одной руке подняли. Один одну. И крылья у них, получается, слились в одно общее. Это два ангела, которые, ну, забирают людей. И они... Вот они спинами повернуты, крылья у них. И они подняли руку, типа, уходят. Так. Получается? Да. Ну что же, а теперь к пояснениям. Задача кляксы номер один – разобраться, как вы реагируете на новые события. Если вы ответили «летучая мышь», «бабочка», «женская фигура» или «мотылек», то проблем по этому вопросу нет. Однако, если вы разглядели женскую фигуру, и при этом в голове у вас возникли неприятные ощущения, то, скорее всего, вам нужно поработать над самооценкой, потому что данная фигура – это проекция вас самих. А вот если вы увидели маску, морду животного или тыкву-фонарь, то, вероятно, у вас есть склонность к паранойе. А где ангел, сука? Шо по мне? У меня нет, походу. Я хуею. Блядь, это страшные вещи. Я вижу двух медведей, бурых медведей, которые лежат тупо с отстрелянными головами. Они ползли по траве, остатки крови, и у них отстрелены две головы, и они прям друг с другу вот так вот. Возможно, это семья медведей, возможно, они защищали, возможно, это влюбленная пара медведей, и их тупо браконьеры, гондоны, вонючие. И они друг к другу ползли, вот так вот вместе и погибли. Итак, пояснение. Самый распространенный ответ – две женщины или клоуны. Потому, как вы видите эту кляксу, можно определить, как строятся ваши отношения с другими людьми. Если вы не увидели двух человеческих фигур, то у вас, возможно, есть проблемы в общении. А теперь взгляните на картинку еще раз и ответьте, что, по-вашему, эти фигуры делают? Если вам кажется, что они дерутся, скорее всего, вы склонны выяснять отношения физическим путем. А вот если вам кажется, что фигуры соединили свои руки в порыве дружбы, то вы спокойный и милый человек, и даже мухи не обидите. Другие распространенные ответы – это бабочка и вход в пещеру. Я что, один увидел лицо дьявола с красными рогами? А я что, один увидел медведей, блядь? Которых застрелили браконьеры? Третья кар... Идите вы нахуй с такими тестами! У меня вообще нет ответов на мои эти! Вы, блядь... Кто это, тест? Кого там? Роршаха? Роршах! Пошел ты нахуй, Роршах! Донос на тебя! Карточка. Вот она. Простите, цвета те же. Кра... О! Два транса! Прут свинью по тузу! Красный и черный. Смотрим и записываем. Я четко это вижу, блядь. Вы наверняка заметили, что эта клякса очень похожа на предыдущая. Так... Да! Поверь, один в один, блядь. Два медведя, блядь, и... Трансы, пруще и свинью. Один в один. Вот, если вы увидели две мужские фигуры, то вы... Гетеросексуал. А если... Да! А! Женские или бесполые, то вы, скорее всего, гомосексуальные. Стоп. А если я увидел... Транс... Так, вот есть вопросики, нахуй. Как вы уже догадались, эта карточка определяет ваши сексуальные предпочтения. Ставьте лайк, если ответ верный. Однако, если вы не разглядели фигуры сразу или вообще их не увидели, то, возможно, вы в сомнениях или чувствуете себя неуверенно рядом с другими людьми. Особенно, если они вам мало знакомые. И, кстати, в этом случае вы относитесь к людям, составляющим одну четвертую от всего человечества, которые, так же, как и вы, фигур не разглядели. Почему нет ответа, если это Транс? Почему, нахуй? Зачем я начал записывать, если нет ни одного ответа, блять, моего? На что я, сука, прожигаю свою жизнь? Карточка четвертая. Раз, два, три, четыре. Мы на перерыве, а вы... Так, я вижу дракона, летящего вниз головой. У него прям бивни огнедышащие. И у него взмах крыльев вниз сейчас. Да, да. Нет, смотрите и записывайте. Готовы выслушать ответ? Карточка номер четыре, так же известная как карточка отца, раскрывает... ...наше отношение к власти. В фигуре вы можете увидеть отца, медведя, гориллу, ну или кого-либо, или что-либо другое, что олицетворяет для вас родителей, босса или правительства. Это уже зависит от того, кого вы рассматриваете для себя. Слушайте, если эта карточка олицетворяет отца моего, либо правительства, то я не увидел законченных гондонов на этой картинке. Я увидел дракона. Как власть. Чувства, которые вы испытываете к кляксе, говорят об эмоциях, которые вызывают у вас то, что стоит за увиденным образом. Так что, если вы увидели страшного монстра, то, возможно, вы испытываете страх по отношению к своему отцу или другим... Да, власть имущим. Да, у меня страх к отцу. Потому что, ну-ка, а вдруг он, блядь, придет ко мне? Воскреснет и придет, я охуею. Либо к власть имущим. Потому что мне должны платить за то, что я доносы пишу, а мне нихуя не платят. И я боюсь, заплатит она или нет, блядь. Пятая карточка. Черно-белая и простая, на первый взгляд, карточка. Так. Слушайте, я вижу в прыжке двух антилоп, которые головой бьются. Вот рога торчат. И они прям аж в смятку друг друга, блядь, эти антилопы гну. Поняли? У которых зам... Просто в смятку, нахуй, две антилопы. Аж рога вылезли сверху, блядь. И ножки, они в прыжке были. Задние лапы выпрямлены, а передние ровно. Или она только кажется таковой. У вас 10 секунд. Я даже не буду записывать, блядь, потому что нет смысла. Утверждал, что эта карточка самая простая из всех. Обычно вы можете в ней разглядеть только две вещи. Летучую мышь или бабочку. Однако, если вам удалось увидеть даже больше, чем в карточке 4 или 6, то существует вероятность, что у вас шизофрения. Двигающиеся люди также могут быть ее признаком. А вот если вы увидели крокодилий головы на крыльях кляксы, то вы, вероятно, враждебно настроены по отношению к другим. Ну как, похожи результаты на правду? Не, фуня. Смотрите видео до конца. Мы еще не закончили с нашим анализом. Карточка номер 6. Настало время для шестой кляксы. Мы намекнем. Иногда хорошо, когда все вверх ногами. Опа. Все выглядит совсем по-другому. Вперед. Так. Что я здесь вижу? Я здесь вижу, знаете вы или нет, как рождается головастик. Это, получается, лягушки. Лягушка из яичек сначала вырастает головастик. Видели или нет? Вот низ и плавничок. Низ это голова и это два головастика вместе. Два головастика. Это четко, блядь, два головастика. Близнецы. Сросшиеся близнецы. Получается два головастика и один из них гей. Прикиньте, каково второму. У них-то одна жопа. Мы надеемся, что вы поняли наш намек. Секрет этой карточки в том, что ее нужно перевернуть. Сука! Ее задача выяснить ваши подсознательные сексуальные желания. Если вы не переворачивали кляксу и разглядели шкуру животного, то вы любите тактильные ощущения. При повороте на 90 градусов можно увидеть лодку или субмарину. А вверх ногами клякса может выглядеть как театральная маска или карикатура мужчины с длинным носом и бородкой. Если вы увидели лодку или мужчину, то, скорее всего, в сексе вы предпочитаете доминировать. Те же, кто увидел ковер или что-то в этом роде, боятся одиночества и им всегда нужно быть в отношениях. Интересно, но некоторым эта клякса напоминает облако, появляющееся после атомного взрыва. Правда что ли? Наверное, новостей насмотрелись. Карточки. Стука, ни одного нахуй. Ни одного ответа. Лаконично и не очень красочно, но все же от этого она не менее важна, так что включайте воображение. Я вижу, вы посчитаете меня странными, как две пчелки с жалками друг к другу. Ну, хуй знает, они спариваются или это две пчелы. Они, ну, крыльев просто не видно, потому что они прозрачные. Это две пчелки, либо феи. Они вот прям жалками, блядь. Друг к другу повернуты. Да, да. Вы уже видели карточку отца и теперь наверняка размышляете, а где же карточка матери? Так вот, это была она. Так вот же! Блядь, я нахожусь в состоянии тревожности. Ну, там пчелки. Ну, а если между двумя женскими лицами вы видите масляную лампу, то это признак шизофрении. Сука! Если это отношение к матери, то пчелки, они же трудолюбивые. Значит, я считаю свою маму трудолюбивой? Да. Ну, то есть она, она вытянула нас троих, блядь, в 90-е годы, вы понимаете? Тогда еще не было, блядь, доносов. Я тогда еще не зарабатывал, я тогда еще не работал на Кремль, понимаете? И мама нас тянула. Восьмая карточка. Ого, вы только посмотрите на эти цвета, очень круто! Именно... Охуеть! Я вижу самурая! Вот его лицо четко, верхние доспехи японские. Две руки, вот так вот, за... Вот так вот он стоит. Верхняя броня синяя, и вот здесь вот латы пошли розовые, и две руки назад в латах. Вот так вот он стоит, и шлем самурайский, вот этот открытый, охуенный просто. А так большинство людей реагируют на эту кляксу после семи ее скромных сестер. Наслаждайтесь и не забывайте записать, что видите. Удалось ли вам увидеть льва, медведя или, может быть, свинью? Любое четвероногое животное считается нормальным ответом для этой кляксы. Если вам потребовалось время, чтобы разглядеть его или вы его вообще не нашли, то, вероятно, вы испытываете трудности в обработке информации. Нет. Если при виде этой карточки вы почувствовали дискомфорт, то не исключено, что у вас депрессия. Нет, блядь. Кстати, ответы дерева, бабочка, грудная клетка, герб или даже новогодняя елка также очень распространены. Та иди ты нахуй! Иди ты нахуй! Точка номер 9. О, еще один праздник для глаз. Только посмотрите на этот оранжевый, розовый и зеленый. Ух, уже что-то увидели? Время пошло. Да. Я вижу страшную хуйню. В самом низу рыбов. Плавает рыбов. Красные рыбки. Получается, японские карпы. Кой. Дальше. На них сидят два зайца. Отвернутые друг от друга. Зеленые зайцы. И сверху зайцев. Олени нахуй. Два оленя. Это можно ебнуться. Тупо оргия звериная какая-то, блядь. Вообще хуй пойми, что тут происходит. И все отвернуты друг от друга. Нихуя не общаются друг с другом вообще в контрах, блядь. Заняли 40 гривень, по-моему, блядь. Рыбы у рыбов. Заяц у зайца. Олень у оленя. А теперь пояснение. У этой кляксы есть что-то общее с кляксой из карточки номер 5. А именно, чем меньше ответов вы дадите, тем лучше. И если вы испытывали трудности, не расстраивайтесь, это нормально. Большинство людей говорит, что эта клякса похожа на взрыв, огонь, дым, карту или цветок. Если повернуть карточку на бок, то можно разглядеть лицо мужчины. Некоторые утверждают, что это лицо Марка Твена, Деда Мороза или Теодора Рузвельта. Да, да, копия. А я смотрю, Дед Мороз, ты? Теодор Рузвельт. Дед Теодор. Мороз Рузвельт. Ты шо, ёбнутый, нахуй? Где тут вообще лицо мужчины? Не ты придумываешь, блядь, вот эти вот, когда по животу беременным в 16 водят, блядь, и видят там в холодце, нахуй. Вот личико, вот, говорит, носик, годовасико, блядь. Это не ты же придумал? Еблоной, где там лицо мужчины? Если вы видите ядерный гриб вдоль центральной линии, возможно, вы склон... Сука, я сейчас все перевернулась. Олени стоят на рогах, сверху спинами лежат зайцы, и сверху рыбов. Рыбов неизменными остались, плавают, блядь, наверху. Нек паранойя. Ну а те, кто видит двух дерущихся...